Приветствую дорогие друзья! Сегодня у нас небольшое, но очень интересное видео по поводу восстановления данных с жесткого диска ноутбука. Вот собственно сам жесткий диск от ноутбука. Ноутбук собственно вот этот, ноутбук Lenovo. Так случилось, что на диске D были данные и теперь там их нет и нам необходимо их восстановить. Подключать данный жесткий диск я буду при помощи внешнего вот такого переходника на USB, то есть SATA на USB 3.0. Данный переходник я 100 лет назад покупал еще из Китая. Я думаю вы его многократно уже видели в моих видео. Ничего в общем удивительного в этом нет. Как внешний жесткий диск используется в данном случае? Этот жесткий диск и будем восстанавливать на нем данные. Для начала давайте посмотрим на состояние данного жесткого диска. Собственно 13500 часов наработки, 7851 включение и у нас тревога. Состояние тревога, нестабильные сектора, неисправимые ошибки секторов. Возможно это и стало причиной того, что форматнули жесткий диск, точнее локальный диск F. Соответственно в той системе это локальный диск D был, а диск MC был вот этот. Соответственно здесь у нас установлена операционная система на этом диске локальном. А на втором диске у нас лежали документы и фотографии. И их там сейчас нет. То есть диск здесь полностью пустой. Его отформатировали. Возможно как раз после ошибки. К сожалению нет у меня информации. Мне именно так уже привезли ноутбук. Предыстории к сожалению не рассказали. Для восстановления буду использовать вот такую программу. Hetman Partition Recovery версия 4.2. Запускаю ее и сразу же появляется окошко помощника. Выбираю наш диск. Собственно вот он диск F необходимый. Нажимаю далее. Теперь выбираю либо полный анализ, либо быстрое сканирование. Ну для начала я попробую быстрое сканирование. Посмотрим что вообще получится из этого. Нажимаю далее и жду. Через пару секунд найдено файлов. 21. Нажимаю готово. И смотрим что у нас нашлось. По сути одни системные файлы и нашлись. В общем не годится у нас такое дело. Поэтому нажимаю глубокий анализ. И выбираю типы файлов. Архивы, аудиофайлы, база данных, видеофайлы, документы, аудиофайлы. В общем все подряд. И теперь необходимо ожидать. Справа внизу у нас время ожидания. Осталось 7 минут 45 секунд примерно. Исходя из нашего объема диска. 25 гигов. И как мы видим уже появляются папки. И в них видимо лежат уже файлы. Давайте посмотрим что будет минут через 10. И перемещаемся на 10 минут вперед. Вот такие папки у нас получились. В каждой папке куча файлов. И посмотрим что там есть. Вот к примеру папка с видеофайлами. К примеру есть папка с фотографиями. В формате чпэк. Кстати это очень удобно. То что по типу файлов рассортировались все файлы. То есть по папкам разные типы файлов. Это очень круто. И в предыдущих программах которые я использовал для восстановления. Такой функции не было. Все было вперемешку. Давайте посмотрим как у нас выглядят фотографии. Которые восстанавливались. И естественно я не имею права показывать чужие фотографии. Поэтому я лица заблюрил. Документы заблюрил. Потому что там есть сканы паспортов. Поэтому вот как-то так. Котейку можно посмотреть. Еще котеек посмотреть. Машина стоит на фоне. Дома. Это конечно можно не блюрить. В этом ничего страшного нет. Собственно в фотографии целая куча восстановлено. Огромнейшее количество фотографий здесь лежало на диске D оказывается. И все достаточно хорошо восстановились. То есть никаких артефактов. Нет никаких полос. Либо еще чего-то. То есть на полностью форматированном жестком диске. Точнее локальном диске восстановились все файлы. И это очень круто. Также у нас есть другие папки. В них есть рабочие какие-то системные документы. Есть GIF изображения. Возможно от других программ. Системных каких-то. Либо вот электронную книгу. Кто-то там по шутью я так понял открывал. Видимо оттуда фотографии были тоже сохранились. И программа их восстановила. Также имеются папки с документами. Документы здесь различные. Вот акт сверки есть к примеру. Я естественно не могу его показать. Потому что там важная информация. Видимо юридическую силу она имеет. Поэтому я не имею права это показывать. То есть там и адреса и номера телефонов. Указаны какие-то расчетные данные. Ну короче говоря документы тоже в достаточно большом количестве восстановились. И это очень круто. На самом деле это очень здорово. Особенно вот в плане фотографий. Там очень много фотографий с детьми. С поездок. Еще чего-то. То есть представьте да. Ситуация. Вы куда-то съездили. Все фотографии сохранили. Либо видео сохранили. А в итоге случайным образом отформатировался жесткий диск. И все потерялось. И насколько важно в этот момент найти правильную программу. Которая сможет это восстановить. Мне допустим очень стрёмно. Как-то если не дай бог. Мои файлы куда-то потеряются. И очень хорошо, что есть инструменты для их восстановления. Собственно есть папки с архивами различными. PDF файлы. PDF документы. Несколько я их штук открывал. Смотрел. Там тоже самое. Разные документы лежат. В общем рабочие какие-то документы важные. Давайте восстановим хотя бы папку с фотографиями. Нажимаю на нее правой кнопкой. Нажимаю далее. Восстановить структуру. Галочки стоят. Выбираю место расположения. Диск C. Папка восстановленные файлы будет называться. И нажимаю далее. И собственно жду. Жду пока восстановится. Процесс занимает тоже минут 5-10. Собственно диск C. Папка восстановленные файлы. И собственно вот она тяжеленная папка с фотографиями. Которые восстановились. Как мы можем видеть. Я их тоже заблюрил. Разумеется. Ну ребят. Вы поймите правильно. Как бы фотографии не мои. Поэтому я не имею права ими распоряжаться. И показывать их вот так. Здесь очень много фотографий. С ребенком. Который плавает. Там в ванночке. Еще с ребенком. Еще с поездок. С моря. Еще с чего-то. То есть очень большое количество фотографий. Не знаю. Очень много. Прям сотни фотографий. И я представляю. Насколько важно их восстановить было людям. Потому что это по сути память. Это мгновения. Которые уже никогда не вернутся. Они могут быть завпечатлены только на фотографиях. Для того чтобы восстановить все данные. Я просто выделяю все папки. Указываю нужный путь. И нажимаю восстановить. Собственно та же самая процедура. Только со всеми остальными папками. И как мы видели. Программа прекрасно справляется. Скачать данную программу можно. Перейдя по ссылке в описании. Либо в гугле. Вписать. Hetman Partition Recovery. И собственно перейти так же. На тот же сайт официальный. Программу можно попробовать бесплатно. Нажав соответствующую кнопку на сайте. Скачается установщик. Который весит 41 мегабайт. Его запускаете. Программа устанавливается элементарно. Просто никаких сложностей не возникает при установке. Запускается тоже очень быстро. Ну и работает соответственно тоже отлично. Как мы уже убедились. Также на сайте имеется полное описание. Ее функции этой программы. Собственно она восстанавливает абсолютно любые данные. С любых дисков. Поврежденных. Форматированных. Внешних жестких дисков. Флешек. Кстати по поводу флешек. Это очень актуально в наше время. Несколько раз ко мне обращались. С просьбой восстанавливать файлы с флешек с квадрокоптеров. Либо с экшн камер разбитых. Когда флешка повреждена. То есть читается. Но компьютер просто так не в силах восстановить. Файлы не восстанавливаются. А флешка после форматирования. Только тогда через такую программу получается восстановить. Поддерживается огромнейшее количество файловых систем. Операционных систем. Windows XP. Vista. Восьмерка. 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 Сервер. Десятка. И даже одиннадцатая. Я честно говоря даже на одиннадцатой еще даже не пробовал ничего запускать. Но она здесь уже поддерживается. Это очень круто. В общем ребят такое вот видео получается. Надеюсь оно вам полезно. Ссылочка на программу в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.